В Самаре есть настоящий призрак, причем это призрак коммунизма. Бродит он по комнатам Самарского дома-музея Владимира Ильича Ленина. Многие самарцы в темное время суток опасаются проходить мимо этого здания. Итак, с чего все началось? Жил когда-то в Самаре состоятельный купец Анаэ. И однажды он увлекся молодой красавицей. А когда любовница надоела, купец как бы откупился от нее. Свел ее со своим приказчиком Ильей Рытиковым, которого одарил изрядной суммой денег. На эти деньги тот построил уютный, симпатичный домик. Где разместились ренсковый погреб и лапка сопутствующих колониальных товаров. Там пошла успешная торговля вином. А некоторые комнаты сдавались. В этом доме, в наемных комнатах второго этажа, с 1890 года поселилась семья Ульянов. Владимир Ильич к тому времени экстерном окончил Санкт-Петербургский университет. И начал не совсем удачную юридическую практику в должности помощника. Присяжного поверен. В свой досуг юный революционер посвящал изучению трудов Маркса. И осенью 1892 года организовал в Самаре первый российский марксистский кружок. В этом доме Ульяновы прожили недолго. Всего до 1893 года. И все же после смерти вождя пролетариата было решено превратить это здание в музей. Впервые в музее запахло пирогами сразу после окончания реставрации музея в 1989 году. С той поры, два раза в году, в день рождения и в день смерти Ильича, в помещениях появляется вполне ощутимый запах яблочных пирогов. И, и непременно с Антоновкой, как упоминают биографы Ленина, часто пекла мать их семейства. Это кушание было весьма любимо Ульяновым. В музейной коллекции демонстрируется подлинный кофейный сервиз Ульянов. Однажды, когда его показывали группе школьников, воздух в помещении наполнился довольно сильным запахом свежесваренного копия. А ведь в здании уже около века никто его не варил. Сотрудники музея оказались в затруднении, не зная, как отвечать на вопросы удивленных посетителей. Ощутили кофейный аромат и самарские журналисты, вскоре после этого приехавшие в дом-музей. Одно время кабинет директора музея располагался на втором этаже в бывшей кухне Ульяновых. Так как раз находилась над коморкой сторожей. И эти два помещения были связаны параллельными телефонами. И вдруг как-то ночью в сторожке раздались звуки, словно кто-то крутил диск спаренного телефона. Стревоженные сторожа спешно поднялись наверх и вскрыли кабинет директора. Но там никого не оказалось. За ночь это повторялось несколько раз. Если снимали с трубку, то слышали какие-то едва уловимые странные звуки. Это загадочное явление продолжалось всю осень и зиму. Когда же директор вместе с телефоном переехал в новое административное здание, звонки прекратились. Кто и куда пытался звонить в те ночные часы, так и осталось загадкой. Как утверждают сотрудники музея, в этом здании в любое время суток можно услышать шаги, доносящиеся со второго этажа. Неоднократно служащие заглядывали наверх, думая, что кто-то из посетителей отстал от группы, заблудился. Поднимутся, посмотрят. Никого. Уйдут опять шаги. Однажды утром служащие музея обнаружили в комнате Владимира Ильича измятую постель. Складывалось ощущение, словно кто-то провел в ней ночь. И это несмотря на то, что дверь была заперта, а дом охранялся. Некоторые посетители рассказывали, как слышали голос Ленина. Будто бы Владимир Ильич призывал сдавать партвзносы. Одной женщине даже удалось увидеть Ильича. Она шла поздним вечером мимо музея и, взглянув на окна, замерла. В окне стоял Ленин. Одна его рука была вытянута вперед, а пальцы другой заложены за пройму жилетки. Женщина пустилась бежать. После этого случая в городе еще больше заговорили о призраках Ленинского дома. И все же за все это время призраки никому вреда не причинили. А как и сам дом-музей, давно стали самарской достопримечательностью. Продолжение следует... Продолжение следует...